здравствуйте добро пожаловать на мой канал делай модель парусника приветствую всех подписчиков моего канала а кто еще не подписался пожалуйста подписывайтесь сегодня я начинаю устанавливать форст аксель вот он прицепил я его пока зажимчиками измерял длину канатика вот этот форст аксель значит работы предстоит достаточно много чтобы его установить сейчас я вам покажу свои размышления по поводу чертежа как вы видите весь чертеж исписан надо было разобраться как что где какие канаты какие блоки как все это дело проводить его даже себе составил некий план согласно которому нужно все это сделать как видите 8 пунктов надо выполнить и в каждом пункте по несколько нужно технологических операций сделать итак начинаем самое первое это хочу сказать что я буду делать крингель стропы вот эти вот с помощью которых крепится стаксель да и кливер тоже стаксель к штагу инструкции указаны их делать из нити я буду делать из колец проволоки латунной поэтому я с этого и начал как вы видите на фотографии вот таким образом заворачиваю на сверло концевик сверла 2 и две десятых миллиметра вот получается вот такая вот спиралька а теперь эту спиральку а прежде всего я ее немножечко подчернил чуть-чуть не сильно но подчернил а теперь буду делать колечко немножко она зачернилась больше чем я хотел бы ничего нужно 12 таких вот колечек сделать значит как делать по срезу вот этому верхнему который у меня есть обрезаю вот так вот следующее и так и так далее вот таким образом делаем для этого конечно нужно бакорезы с очень тонкими и острыми губками иначе хорошо вырезать не получится вот 12 штук колечки я сделал пока и откладываю в сторонку до момента установки так следующим этапом необходимо два одношкинных блока три с половиной миллиметра у увязать на канатике толщиной 0 4 миллиметра где-то длиной 10 сантиметров и после этого сейчас буду их увязывать вот к этому кренгельсу показываю как я буду увязывать опять же зажимаем зажим все просто и увязываю как обычно как я уже показывал не однажды здесь я оставляю где-то 3 сантиметра длиной до блока вот так и рядом буду увязывать точно так же второй так как вы видите я увязал шкоты к этому кренгельсу и к этому канатик заготовил который будет проходить и увязываться вот здесь теперь к верхнему кренгельсу я буду увязывать блок блок три с половиной миллиметра одношкилный вот прям к этому кренгельсу через него будет проходить стаксель фал то есть вот так вот все эти кренгельс и нам надо задействовать и увязать до установки так force таксель вот в таком виде то есть я верхний кренгельс увязал еще блок вот таким вот образом теперь следующим этапом необходимо увязать в этот же кренгельс нейрал стакселя вот этот который идет в обратную сторону будет уходить вот сюда поэтому увязываю сейчас сюда же канатик 0 3 миллиметра буду увязывать таким же образом так как вы видите я увязал нейрал стакселя верхний кренгельс значит что я рекомендую во первых сантиметров 40 брать канатика 0 3 миллиметра и прежде чем капельку циана крылата капать его нужно повернуть сюда и тогда уже капнуть потому что в верхнем положении он у вас не будет поворачиваться так вот таким вот образом должно быть то есть стаксель в принципе подготовлен со всеми необходимыми канатиками что дальше дальше согласно чертежа необходимо увязать блок одношкирный три с половиной миллиметра на огонь и штага теперь надо будет увязать сам стаксель фал стаксель фал увязывается тоже на огонь и штага вот это место тогда он будет проводиться через блок который увязали мы с вами на верхний крингельштага и будет возвращаться обратно и проходить через блок который сейчас я буду увязывать и уходить на утку деревянную значит поэтому задача увязать этот блок сейчас 1 и 2 еще блок еще нам надо увязать для не рала это вот в этом месте это маленький блочок два с половиной миллиметра вот сюда его нужно увязать сразу под юфер сам штага генерал будет проходить вот так вот через него и потом уходить через отверстие в борту на ноги вот таким образом сейчас я начинаю увязывать необходимые канаты и блоки вот как вы видите я начал увязывать то есть сначала я на темный кстати темный должен быть канате цветом увязал блок а теперь значит на огонь буду его увязывать конечно не самое удобное место для увязки поэтому я просто накинул петелечку пока вот наложу бензель и буду подтягивать чтобы блок оказался вот аж здесь то есть стаксильфал через него должен проходить задней стороны реле и опускаться вниз кутки вот этой вот утки вот так поэтому как кто уже сумеет так этот блок на увязать вот его вязал блоки три с половиной миллиметра к гону штага одношкинный двух с половиной миллиметровый блок одношкинный значит сразу хочу сказать перед увязкой обязательно пройдитесь по отверстие через который будет проходить канат потому что потом может быть неудобно его прогонять кроме того увязал уже тоже к гону штага стаксильфал вот здесь вот 0 5 миллиметров канате такие подготовки сделал значит практически все увязано на стаксили все коматики увязаны здесь блоки и канат увязан теперь необходимо вставить колечко вот в эти точки которые я отметил карандашом согласно чертежа 12 штук то сейчас буду шилом протыкать дырочку и вставлять туда колечко сейчас я покажу как я устанавливаю колечко значит в отметку который я делал карандашом шилом протыкаю дырочку это колечко которое вырезал вставляю сюда все очень просто все колечки вставлены значит стаксель готов на корпусе все подготовлено но о том как я буду уже устанавливать на саму модель стаксы я вам расскажу в следующем видео а на этом буду заканчивать до свидания всем всего доброго и удачи